Доброе утро, уважаемые трейдеры и всем, кто следит за финансовыми рынками на календаре 28 июля, торговый день понедельника. Как всегда, в нашей пятиминутке осветим ключевые события прошедшей торговой сессии по основным финансовым инструментам и постараемся определить направление их движения на ближайших торгах. Пара фунт-доллар продолжила нисходящее движение на торговой сессии в пятницу. Стерлинг показал небольшой краткосрочный рост после выпуска информации по ВВП Великобритании во втором квартале, которая составила 3,1%. Рост в значительной мере обусловлен активностью сферы услуг, на долю которой приходится значительная часть экономики страны. Промышленное производство во втором квартале увеличилось на 0,4%, а производство обрабатывающей промышленности на 0,2%. В свою очередь, объемы строительства сократились на 0,5%. Начав торги с отметки 1,6988, перед выходом новостей ПВП, пара просела до уровня 1,6960, затем восстановила позиции и продолжила торговаться в узком диапазоне нисходящего движения и завершила торги на отметке 1,6972. Фунт оказался под давлением после того, как не смог справиться с ношей новых многолетних максимумов и слишком отдалился в своем противостоянии с долларом от других ведущих валют, таких как франк, евро и иена. Положение фунта усугубилось после ряда слабых отчетов на минувшей неделе, в частности по розничным продажам. Ключевая поддержка для валюты остается на уровне 1,6920 и, скорее всего, пара продолжит нисходящее движение в сторону отметки 1,6950, но в более спокойном режиме. Далее по евро. На торговой сессе в пятницу пара евро-доллар продолжила торговаться с медвежьим настроем, установив минимум последних 8 месяцев. Пара начала торги с отметки 1,3464, показав рост в 10 пунктов, но затем параллельно с выходом негативных данных по Германии продолжила нисходящее движение, завершив сессию с минусом в 38 пунктов. Индекс делового оптимизма от IFO, как и индекс экономических ожиданий по Германии оказались хуже прогнозных значений, 108-103 против 109-104 соответственно. За прошедшую неделю давление продаж на евро заметно усилилось, поскольку игроки на понижение преодолели несколько ключевых уровней поддержки, позволив непрерывное движение нисходящего тренда, начатого в мае этого года. Инвесторы, в свою очередь, осознают, что монетарная политика ЕЦБ будет значительно отличаться от других крупных центробанков, что также тянет единую валюту вниз в долгосрочной перспективе. А неохотное принятие санкций против России основными членами ЕС способны смазать прогнозы по росту и без того слабой экономики Европы. При этом больше остальных рискует Германия, чей экспорт в Россию обеспечивает 1,5% от общего ОВП страны. Технический анализ подкрепляет негативный фундаментальный фон для евро-доллара. Ценовые бары проходят ниже индикатора Alligator, отражая нисходящий тренд, а гистограмма МАГД продолжает движение ниже нулевой отметки. Преодоление пары очередного уровня поддержки 1,34 откроет ей дорогу в сторону отметки 1,3350. Таким образом, скорее всего, мы будем наблюдать снижение пары к уровню 1,3380. Далее по нефти. В торговую сессию пятницы нефть марки Brent показала рост на 95 центов. Торги начались на уровне 107 долларов 20 центов за баррель, проведя первую половину дня в спокойном режиме. После чего цена стремилась вверх и к концу торгов цена черного золота выросла до уровня 108 долларов и 15 центов. Инвесторы отмечают необычное поведение цены на нефть, которые почти не поддаются влиянию крупных геополитических событий как в Ираке, так и в секторе газа и в Украине. Хорошие макроэкономические показатели США, Китая и Евросоюза также не смогли сформировать должную волатильность на рынке. Единственным объяснением такой ситуации является то, что сейчас в мире достаточно нефти, в связи с резким скачком цены в пятницу полосы Больнджера показывают повышенную волатильность на торгах, индикаторы МакДи и Аллигейтер демонстрируют боковой тренд. С учетом новостей из Ливии о повышении добычи нефти до 500 тысяч баррелей в сутки, можно предполагать, что нефть марки Brent продолжит торговаться в районе 108-долларовой отметки за баррель в ближайшее время. Таким образом, скорее всего, мы будем наблюдать снижение стоимости Brent в сторону 106 долларов и 90 центов. Ну а на этом сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Всем желаю удачной торговли и до свидания.